Библейский портал экзегет.ру представляет Дорогие друзья, мы продолжаем наш курс лекций по изучению псалтыри. Записи производятся и размещаются на сайте экзегет.ру и на сайте Московского Сретенского монастыря монастыри.ру Сегодня перед нами 28-й псалом. Главная идея 28-го псалма – величие Господа над миром и силами природы. Сила и могущество Бога раскрываются по данному псалму постепенно. В начале поэмы «Сверхъестественные существа» воздают Господу почести. А далее в художественной форме нам показывается, как приходит с моря гроза и спускается от горы Ермон вдоль долины Ханаан вплоть до пустыни. Кульминация псалма является мир, когда гром отступает, и Господь, как царь над Сионом, над своим творением восседает на троне и благословляет свой народ. Стиль псалма напоминает древнюю еврейскую поэзию, например, песни «Перехода через Черное море», пророчества Валаама и песни Девера. Современные исследователи полагают, что 28-й псалом напоминает раннюю ханаанскую поэзию. Стиль псалма схож с боевым гимном, воспевающим спасение, приходящее от Бога. Всепобеждающая сила Божия раскрывается через демонстрацию сил природы. Если по предыдущему, 27-му псалму, сила Божия была подобна камню, то здесь откровение этой силы совершается в грандиозном грозовом шторме. Между стихами 27-го и 28-го псалма имеются и языковые параллели. Псалм 28-й, как и 18-й, показывает, что Господь является Творцом природы и Спасителем своего народа. Мысли первых двух стихов псалма обличены в форму параллелизма. При этом вторая строка не только повторяет мысли первой, но и возвышает ее на ступеньку выше. Псалмопевец призывает небесных существ, сынов Божиих, или иначе богов буквально по тексту, восхвалить Господа. За этим образом богов мы можем усмотреть как намек на ангелов, так и намек на языческих божеств. Современные исследователи полагают, что в данном случае, скорее всего, псалом под сынами Божиими подразумевает языческих божеств, поскольку прослеживаются параллели с ханаанским культом Ваала. В 11 стихах псалма слово Господь упоминается 11 раз. При этом акцент делается на имени Ягве. Это может свидетельствовать о некоторой догматической установке псалмопевца. Именно Ягве, а не Ваал, управляет штормом, и он один заслуживает поклонения. Имени Господа подобает воздать славу в соответствии с его силой и достоинством. С другой стороны, с такой точки зрения не все согласны. И есть мнение, что под сынами Божиими здесь могут подразумеваться люди, которые, подобно ангелам, воздают славу имени Господа и поклоняются ему в храме. Это мнение согласно со святителем Афанасием Великим, по которому сыны Божии – суть апостолы. Словосочетание «слава и честь» напоминает словословие серафимов, взывающих друг к другу со словами «Свят, свят, свят, Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Слово «святой» описывает Бога, каким Он есть, а слава – это то, что от Него исходит. Третий, девятый стихи, основная часть псалма. Поэтическая метафора «глаз Господень» напоминает о тех громах и молниях, которые гремели над горой Синай, когда на нее восходил Моисей. Этот «глаз Господень» словно связывает откровение Бога в природе и в истории. В данном псалме фраза «глаз Господень» встречается семь раз, притом нерегулярно, через некоторое количество слов или выражений, что напоминает нам некоторую неравномерность раскатов грома. «Бог славы гренит над водами». Эти и другие образы напоминают штормовую погоду, когда под грохот грома льется дождь. Стих пятый предполагает молнии, а шестой – землетрясение. Шторм начинается с моря над водами многими. Приходит на север, где находятся горные хребты Ливана с величественными кедрами. В русском переводе упоминается «сирион». По всей видимости, это наименование горы Ермон, которое ей дали жители Сидона. По седьмому стиху гром и молнии слова сошлись вместе. «Глаз Господень высекает пламень и огонь». Если допустить, что «гроза» уже звучит над головой у псалмопевца, то в таком случае он стоит в центре Израиля. Затем глаз Господень движется на юг, в пустынные земли, через которые Израиль пришел в Ханаан. Кадес – это место стоянки древних израильтян в пустыне Син, на границе между землями Эдома и Египта. Пустыня Кадес состоит из скалистых ущельей среди горных вершин. Расщелины среди горных хребтов, как будто сами о себе говорят, что были образованы в результате землетрясений. В стихе девятом, как и в четвертом, голос Господень оказывает влияние также и на леса. Стихи псалма, особенно пятой и шестой, напоминают пророчество Исаии, «Который предвидит день Господень, когда стройные ливанские кедры и возвышающиеся горы, которые весьма впечатляли древних людей, падут предъявлением силы Божией. Верующие во храме услышат гром и узнают в нем голос Божий, а узнав его, будут восклицать ему слава». Стихи десятый, одиннадцатый. По десятому стиху Господь владыка всей природы. Он воссел над водами небесного моря. Слово «потоп» отсылает нас к повествованию о всемирном потопе из книги «Бытия». Намек на всемирный потоп показывает, что Бог не просто устрашает человека природными катаклизмами, Он использует их как средство своего суда и спасения. После завершения шторма псалмопевец размышляет о той силе, которую даст народу Господь, и о том мире, который наступит после грохота бури. Так, по данному псалму, естественные откровения о Боге через явленные им природные стихии словно сходятся с теми откровениями, которые совершались в истории Израиля. Голос с неба, подобный грому, упоминается на страницах Евангелия. Упоминается трижды, как и в псалме. Он также перемещается от воды на сушу из севера на юг. Голос Отца Небесного сначала раздается при водах Иордана, затем перемещается на гору Преображения, и, наконец, мы слышим его в храме после входа Господня в Иерусалим. Он словно переводит туда человека, где община верных едиными устами и единым сердцем прославляет своего Творца. Даже лани по данному псалму трепещут от присутствия Божьих стихий. А современный человек, к сожалению, сейчас забывает о присутствии Божьем. Нет страха Божия пред глазами его. И только пережив серьезные потрясения, он порой вспоминает о создавшем его. На этот счет хорошо бы нам вспомнить заповедь матери, своему сыну из романа Гончарова «Обыкновенная история». Молись и в счастье, и не в счастье, а не по пословице «Гром не грянет, мужик не перекрестится». На первой карте мы видели географию Святой Земли времен царя Давида. На этой карте вы могли заметить, что сверху над Галилейским озером на карте слева вот здесь обозначены Ливанские горы. Где-то вот здесь находится вершина Ермон или Хермон. Так чаще в науке обозначается это место. И вот представьте себе, что псалом нас словно перемещает, нашу точку внимания. Воды многие – это, может быть, указание на море. Это такой типовой художественный образ – многие воды. И разница между ям, ямим, вода, море – она небольшая в древнееврейском тексте. И такое впечатление, что шторм начался где-то на море, а потом через Ливан и Ермон перемещается вниз. Я думаю, что вы представляете, где Галилейское море находится, да? Вот. И вдоль реки Иордан перемещаемся глазами к Мертвому морю. Если вы посмотрите на эту карту, где граница между зеленым и желтым светом, в самом низу, там вы увидите место под названием Кадеш или Кадес. Поразительно то, что это место, оно еще имеет второе значение, это слово. Не только как географическое место, но и как понятие Кадош, то есть святой. Там располагался стан Израиля, совершались богослужения, то есть само по себе место называется святой. И таким образом, фактически этот голос Господень проходит через всю территорию Палестины времен царя Давида и Соломона. Через всю территорию. Но если мы посмотрим на евангельское повествование, мы увидим, что там та же самая траектория. Возле города Иерихон, на карте справа от вас, находится место, где крестил Иоанн. Он крестил на водах, при водах. Далее, если следовать евангельскому повествованию, мы второй раз голос Господень встречаем на горе Преображение, недалеко от города Назарет. Если вы на карте примерно определили, где Назарет, то под Назаретом, чуть ниже, гора Фавор. И если спуститься ниже, мы попадаем с вами в Иерусалим, где заканчивается повествование. Итак, и в псалме, и в евангельском повествовании сначала этот голос Господень в виде раскатов грома доносится где-то в горных местах, среди лесов, или в пустынях, или на водах, а заканчивается в храме. То есть он как бы туда человека путеводит. И в храме человек с Богом уже встречается лицом к лицу. Иерусалим. 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 Продолжение следует...